Подрэнчник крок по кроку. Пожим аеден. Лекция двудеста. Двадцатый урок. Подруже к шталцам. Путешествия обучают. Новое слово. Граничить, граничить. Граница, граница. Уончить, соединять, сочетать. Поончение, сочетание, соединение. Вычечка, экскурсия. Средневековье. И я от себя еще добавила два слова. Выкштауцене, образование. Кштауцене, обучение. Давайте повторим еще раз эти слова. Граничить, граница. Уончить. Поончение. Вычечка. Шредневековье. Выкштауцене. Кштауцене. Идемы далей. Чэнщь А. Докунт можна поехать на уикэнд. Куда можна поехать на выходные? Хавьер мажоу о подружах уикэндовых по Польсце. Хавьер мечтал о путешествиях в выходные по Польше. Нестеты, а не он, а не решта группы Неве доконт могум поехать. К сожалению, не он, не оставшаяся часть группы не знают, куда можна поехать. Для того маем варштаты географичны и нетиповы задания думовы. Зробич план вытечки на уикэнд. Поэтому у них географические семинары и необычное домашнее задание. Сделать план экскурсии на выходное. Найлепший проект бэнди зреализованы. Лучший проект будет реализован. Для начала упражнение 1 предлагает нам вспомнить, что означают некоторые слова. Край, страна, столица, столица, жека, река, забыток, достопримечательность, помник, памятник, костюл, костёл, вежа, башня, ратушь, ратуша, замок, замок. И чвеченецши, где лежим място, зазначённое на мапе. Где находятся города, обозначенные на карте. С левой стороны мы видим карту с названиями городов. Но перед тем, как выполнить третье задание, давайте узнаем, как называются стороны света по-польски. Итак, смотрим. Читаем ниже дальше. Полуднёвый заход на юго-запад на юго-западе. Давайте ещё раз повторим название сторон света. Полуднёвый заход. Полуднёвый заход. Полуднёвый заход. В台灣 есть на заходе. Полуднёвый заход. Растат, выраждаёт по-польски. Город В Ground Dance находится на юго-западе Польши. Люблин ест на всходе Польске. Люблин находится на востоке Польши. Гданьск ест на полноце Польске. Гданьск на севере Польши. Жешув ест на полудневом всходе Польске. Жешув на юго-востоке Польши. Шчечин ест на полноцном заходе Польске. Город Шчечин на юго-западе. Ольштын ест на полноцном всходе Польске. Ольштын находится на юго-востоке Польши. Эльблонг ест на полноце Польске. Эльблонг на севере Польши. Кельце-Соум на полудневом всходе Польске. Кельце на юго-востоке. Катовице-Соум на полудню Польске. А Катовице на юге Польши. Здесь мы видим два последних города. Кельце, Катовице. И после них идет Соум. Обращаем внимание на это, так как название городов, само название города как бы во множественном числе. Катовице, например. Идемы далее и пречетамы о Польске. Польска. Польша. Речпосполита Польска лежи в Европе Щродковой. Речпосполитая Польша. Так звучит полное название Польши. Речпосполита Польска. Польша находится в Средней Европе. Граничит с немцами на заходе, Чехами и Словацием на полудню, Украином и Белоруссием на всходе, с Литвом и Россией на полноце. Польша граничит с Германией на западе, с Чехией и Словацией на юге, с Украиной и Белоруссией на востоке, с Литвой и Россией на севере. Польска – тот ужий край, девятый в Европе под взглядом великости территориум. Польша – большая страна, девятая в Европе, если смотреть по размеру территории. Столица Польски – то Варшава, центром политичной краю. Столица Польши – Варшава, политический центр страны. Там мешка президент, РП – это сокращенно от Жпосполита Польска. Там есть парламент и инонная важная институция. Там живёт президент, там находится также парламент и другие важные учреждения. Институция – учреждения. Символом Варшавы есть сирена. Символом Варшавы есть русалка, то есть символ Варшавы – это русалка. Польска лежит над Можем Балтыцким, док Турегу вплыва Висла, найдуша польска Жека. Польша лежит, если дословно, над Балтийским морем, в которое впадает Висла, найдлиннейшая польская река. На полуноцном заходе на Балтыку лежим в Испы Узнам и Волин. На северо-западе в Балтийском море есть выспы – это острова. Есть острова Узнам и Волин. На юге Польши находятся горы. Очень туристические Татры в Закопанном и также менее популярные Бескиды – Судеты на юго-западе и Бешчады на юго-востоке. На полуноцном сходе лежит пенькный регион Мазуры, краина Тыщенца-Ежер и зелёных лясов. На северо-востоке есть красивый регион, называется Мазуры. Итак, подытожим, что же мы узнали о Польше. То, что называется Польша – Жечпосполита Польска. То, что Польша граничит с Германией на западе, с Чехией и Словакией на юге, с Украиной и Белоруссией на востоке, с Литвой и Россией на севере. Также узнали, что Польша – это девятое по территории страна в Европе. Столица Польши – Варшава, что символом Варшавы является русалка. Там даже вот памятник вот нарисован у нас с правой стороны. Сыренка варшавская, русалка варшавская. Также узнали, что Польша имеет выход в Балтийское море. Узнали, что длиннейшая река в Польше – это Висла. Также узнали, что в Польше на юге есть горы, есть Татры, Бескиды, Судеты, Бешчады. И узнали, что есть красивый регион на северо-востоке Мазуры с прекрасным количеством, множеством озер. Цудовнее. Террас идем и далее. Цвеченец штеры цо пасуе. Что подходит? Рассмотрим пример. Польска – это большая или наибольшая страна в Европе. Из только что прочитанного текста мы знаем, что большая страна. Значит, выбираем дуже. Польска – тот дуже край в Европе. Дальше. Граница с немцами ест на заходе. Граница с Германией на западе. Граница с Россием ест на всходе. Граница с Россией на востоке. Польска. Польска ма границы с Литвом, чили с Лотвом. С Литвой или с Латвией. Польска ма границы с Литвом. Польша имеет границу с Литвой. Бауты кто? Може чи езеро? Бауты кто може? Балтийское море, не озеро же. Польска не ма границы с Словением. У Польши нет границы со Словенией. Висла то выспадше Жека. Висла – это остров или река? Очевидче, Висла то Жека. Конечно, Висла – это река. Варшава то столица. Варшава – это столица. Варшава ест наивеньша в Польсце. Варшава – наибольший город в Польше. Татры то гура чи гуры. Татры то гуры. Татры – это горы. Украина то край. Украина – это страна. И давайте выполним упражнение 5. Нам надо сказать, что это. Польска то. Польша – это. Польска то край. Польска то паинство. Польша – это страна. И Польша – это государство. Берлин то столица немец. Берлин – столица Германии. Сицилия то выспа. Сицилия – это остров. Выспа – остров. Судеты то гуры. Судеты – это горы. Висла то жека. Висла – это река. Адриаты кто може. Адриатическое море. Закопаны то място. Закопаны – это город. Одра то жека. Одра – это река. Бескиды то горы. Бескиды – это горы. Варшава – это столица польски. Варшава – это столица Польши. И пшеходимы до наступного чвечения. Цо то ест? Что это? Мы видим фотографии и видим слова. Давайте соединимся вместе и прочтём. Укрытие в горах. Такие домики, приюты, укрытия. Мур – стена. Цегла – кирпич. Шляк – маршрут, дорога. Шчет – пик. Скала – скала. Каменица – каменный дом. Мост – мост. На сегодня это всё. В качестве домашнего задания повторите, пожалуйста, как называются стороны света и почитайте ещё раз текстик о Польше. Субтитры создавал DimaTorzok